Какие опасности, на самом деле, подстерегают наших детей в мире интернета? Недавно слушал, подслушал, будем так говорить, одно... Не знаю, что это было. Может быть, это был ролик, может быть, это было какое-то интервью, я не знаю. Но там же на речь о том, что пропагандирует сегодняшняя музыка. Рэп, рок и так далее. Рэп пропагандирует сегодня бунт, убийство, неподчинение властям. Измены, насилие и так далее. Рок пропагандирует смерть. Ну, это было всегда. Тяжелый рок, рок, металл, все пропагандирует смерть. И на сегодняшний день это усиливается из-за дня. И дети наши это слушают, к сожалению. И, вы знаете, если... Вот говорят же в Милу, да, что если человек постоянно говорит, что он свинья, в конце концов захрюкает. И если человек постоянно слушает вот такого рода песни, такого рода, ну, с позволения сказать, песни, да, я... Не обижайтесь на меня, поклонники рэпа, я ничего против вас лично не имею. У меня есть, ну, просто, может быть, взятое отношение к рэпу. Я не считаю рэп-искусством. Даже как и шансон. Поэтому, когда наши подростки слушают подобного рода вещи, особенно на английском, которые мы... Ну, я не знаю, вы понимаете английское, нет, я понимаю английский, поэтому я знаю, о чем поют все эти рэперы из-за границы. Это все в основном страшные дела, как бы призыв к насилию, призыв к преступлениям, призыв к изменам и так далее, неподчинению властей. К грунту все это сеется, да, мы помним, что в нашу воронку попадают мысли отовсюду, в том числе от дьявола. И мысли о смерти, мысли о суицидии и всем остальном. Плюс ко всему, всякие картинки, которые они смотрят, понятно, что сегодня интернет изобилует всякими непристойными картинками, и порнографией, и теми всякими заявлениями о том, что это все нормально, это физиологические потребности, которые нужно удовлетворять. Подростки, к сожалению, в это верят. Все это они смотрят и видят. И вопрос дальше в чем? Вопрос в том, говорим ли мы с ними об этом? Или мы умалчиваем и даем этому всему случаться и происходить, а потом уже мы попадаем под всякое воздействие дьявола через них, когда мы приходим к тому, что они там чуть ли не сатане поклоняются. Нужно, конечно же, с ними об этом говорить. И здесь должен быть вопрос доверия. Вопрос доверия возникнет в том случае, если вы будете обладать той же информацией, которой обладают они. Нам приходится изучать то, что они сегодня видят перед собой. Нам нужно знать, я не говорю, что нужно переслушать всю эту рэп-компанию или рок, но нам нужно просто хотя бы посмотреть, например, сегодняшние их звезды, их кумиры, рэпа, рока и так далее. Почитайте о них в Википедии, почитайте о них в интернете, просто поинтересуйтесь. Понимаете, как бы, зная хотя бы факты из их жизни, вы можете уже более-менее оперировать какими-то более действенными инструментами в разговоре с подростком. Потому что если подросток будет видеть, что вы знаете, о чем идет речь, ну, даже если вы не знаете о его искусстве, этого человека, но вы знаете, о чем идет речь, кто он, откуда, чем занимается, чем живет, это поднимет вас в глазах вашего ребенка, и вы сможете с ним разговаривать на равных. То есть они будут с вами говорить о вещах, которые до этого они говорят, это ты все равно не поймешь. А тут у них не будет этого варианта. Вы понимаете, вы знаете, о чем идет речь, вы знаете, что это за исполнитель, чем он живет и так далее. И просто поймите, что бунт, который дьявол сеет в их сердцах, он не бунт против вас, он бунт против веры, он бунт против веры в Бога. Это задача дьявола, увести человека от Бога. И, к сожалению, мы иногда, глядя на все это, все, что они там смотрят и читают и слушают, мы думаем, что это бунт против нас. Понятно, что на каком-то этапе, да, это бунт против нас, родителей, потому что одна из заповедей написана «Почитай отца и мать своих», чтобы продлились дни твои на земле. А дьявол не хочет, чтобы продлились дни его на земле, и поэтому он делает все, чтобы почтения к отцу и матери не было. Но если мы с вами все-таки вступаем на эту духовную войну против сил тьмы поднебесной, то мы можем совершенно спокойно заявлять, имея власть, опять же, данную нам Иисусом Христом, заявлять, что мы все эти вещи не принимаем, не понимаем, не хотим в них даже вникать, и провозглашать, что мы разрушаем любое воздействие этих слов и музыки и всего прочего на умы и сердца наших детей. У нас есть эта власть. И я напоминаю, что вся эта музыка и все эти провозглашения, которые звучат из всех таких рэп и рок-композиций, это есть проклятие. А незаслуженное проклятие не сбудется. Но здесь возникает вопрос. Насколько мы действительно знаем, что это незаслуженное проклятие? Очень важно понимать, что если человек сам как бы согласился на то, чтобы дать место дьяволу в своей жизни, это само по себе как бы проклятие. Но я напоминаю вам, что Писание говорит следующее. «Всякая тварь стянает ему учиться в ожидании откровения Сына Гожиих, ибо покорилась ему недобровольно, но по воле покорившего его». То есть где-то, где мы дали слабину, даже оставьте подростка в покое, мы сами про себя говорим, где мы дали слабину, мы дали дьяволу возможность покорить нас какому-то греху, покорить нас какому-то проклятию. И это не наше добровольное решение. И вот в этот момент очень важно, чтобы мы понимали, в тот момент, когда решение недобровольное, то любое проклятие незаслуженное. И мы должны это понимать внутри, умом и сердцем. И поэтому провозглашать, что любые эти попытки дьявола через рок, через рэп, через призывы к самоубийствам, через всякие другие вещи повлиять на наших детей, есть незаслуженное проклятие, и оно не сбудется. И это как раз то самое провозглашение, которое мы должны проговаривать каждый день в жизни наших детей, в молитве, в разговоре с ними лично. Теперь, если вы можете разговаривать с самым подростком, не применяя библейских ценностей, постарались это сделать, потому что я постоянно пытался апеллировать Библии, но если человек находится в бунте, ему тяжело воспринимать Библию, он в нее не верит, у него нет той веры, которую имею в ней. Или, по крайней мере, делает ли, что не верит. Если вы можете разговаривать с точки зрения психологии, разговаривайте. Нет, обратитесь к тем, кто да, умеет разговаривать с точки зрения психологии, но когда вы противопоставляете дьяволу Библию, помните, вы не подростку противопоставляете Библию, а дьяволу, который господствует сейчас в его жизни, он покорил его насильно, и сейчас вы противопоставляете Слово Божье, Слову дьявола. понятно, что будет сопротивление. Поэтому не надо говорить словами из Библии, потому что вы всегда будете встречать сопротивление от дьявола. Это тоже откровение, которое я получил совсем недавно. Это не сам подросток сопротивляется, а через него говорит дьявол конкретно, как бы это странно вам ни звучало, его устами говорит дьявол. И поэтому нам нужно не противопоставлять Библию подростку, нам нужно противопоставить Библию дьяволу. И дьявол — это существо духовное, поэтому разговаривать с подростком языком Библии бессмысленно. Нужно разговаривать с дьяволом языком Библии. Смотрите, что произошло в пустыне, когда дьявол пришел искушать Иисуса Христа. Иисус разговаривал с дьяволом словами Библии. Он не разговаривал ни с кем другим, он не разговаривал с теми, кто до этого приходил, возможно, в его жизнь и повозглашал какие-то вещи. Нет, он разговаривал лично с дьяволом словами Библии. И это было в пустыне. То есть нам нужно понять, что мы сейчас проходим какую-то пустыню, которая, кстати, имеет конец, и там противопоставить слова Библии, то есть слова Писания, дьявол, и он написан «отойдет». Он отойдет, потому что он понимает, что если мы стоим на вот этом вот твердом основании, на слове Божьем, на библейском основании нашей жизни, то ему в нашей жизни делать нечего. А поскольку подростки находятся под нашей опекой, то есть это наша церковь домашняя, в которой мы являемся предстоятелями и попечителями над нашими подростками, то и в их жизни, в конце концов, дьяволу будет нечего делать. Поэтому пока они подростки, нам нужно окружить их любовью и противостоять дьяволу, а не самим подросткам. Дайте им свободу. Но просто имейте в виду, что они слушают всякую, простите за выражение, всякую гадость по интернету. Мы сами, еще раз повторяю, вот эту штуку. Мы сами дали им в руки. И что мы хотим получить? Если мы ее дали, если мы открыли к нему доступ, понятное дело, что они будут там постоянно получать все, что они хотят. Дайте им свободу, дайте им доступ. Пускай слушают. Провозглашайте, что это незаслуженное проклятие, оно не сбудется в их жизни. Прочитайте. Будьте в курсе того, что происходит с вашим подростком, с точки зрения того, кто эти люди, кого он слушает. На английском на это языке, на русском на это языке, неважно. Но если вы будете знать о том, чем он занимается хотя бы с этой стороны, вы повысите свой авторитет, потому что подростки считают, что они где-то здесь, примерно по уровню развития, а вы где-то там динозавров видели, понимаете? И они говорят, что вы все равно не поймете, это наше, а это ваше, вы уже старые, вы уже ни на что так не смотрите, как мы. Другой мир. Это на самом деле другой мир. Они отличаются. И если вы пытаетесь себя винить в том, что что-то с вашими подростками не так, покайтесь, вы не можете себя винить. Вашей вины в этом нет. Вина вот здесь. Дьявол через все вот эти гаджеты пытается любыми способами ими завладеть. Вы не виноваты. Это такое поколение. И дальше, если мы не будем молиться, дальше будет хуже. Не с нашими детьми, а с другими поколениями. Очень много вещей зависит от нашей молитвы, на самом деле. Многое может написано, усиленная молитва праведная. Поэтому призываю вас. Провозглашайте, что это проклятие незаслуженное. Вникайте в то, что ваши ребенок делают. Вам не надо, знаете, чтобы проповедовать мусульманам, не нужно читать Коран. Для того, чтобы проповедовать буддистам, не нужно читать Бахавадьи и так далее. Вот на этом хочу закончить. И буду молиться за вас. Если вы проходите подобные моменты, здесь под этим видео есть ссылка на наш сайт. Найдите, пожалуйста, этот сайт. Там есть раздел «Библейский час дня», и возле него есть чат с комментариями. Он открыт всегда. Вы можете там написать свои комментарии. Можете под этим видео, если вы смотрите его в социальных сетях, тоже писать свои комментарии. Что вы переживаете, вопросы. Пишите нам в личку, служителям нашего служения. Пишите мне в личку. Мы будем с вами вместе обсуждать, рассуждать, молиться на эту тему. Это очень важный момент. Когда мы действительно молимся за наших подростков, они в опасности. Да, Господь хранит их на всех путяхах, потому что мы молимся, и мы провозглашаем излияние твоей благодати. Но все равно мы должны это делать неустанно. Мы должны бороться за их жизнь. Потому что душа их у Бога, да, но плоть страдает. И это мы должны понимать. Поэтому пишите. Будем молиться вместе, будем изучать эту тему вместе, будем приходить к каким-то откровениям вместе. Господь обязательно даст ответ. Не отчаивайтесь. Ваши подростки под ваши защиты, если вы под благодатью, то и они под благодатью. Просто страдает их плоть. Конечно, тяжело за этим наблюдать. Но давайте будем молиться. Наша задача, опять же, бороться не против плоти и крови, а против духов и властей тьмы поднебесной. На этом у меня все. Конечно, не все можно было об этом говорить еще очень долго. Но давайте пока закончим на этом. Я жду ваших комментариев. Пишите комментарии в социальных сетях. Отправляйте личные сообщения, если вы не хотите делиться чем-то сокровенным. Я найду время позвонить вам и помолиться с вами вместе. Будем разрушать все эти силы дьявола.